Нет, не делает, потому что в футбол играют 11 человек на поле и один, даже самый гениальный, не способен ничего сделать, если остальные 10 будут дурака валять. Поэтому, когда все возвеличивают Роналду, он, конечно, выдающийся футболист, и вот, скажем, несколько лет назад я бы сказал, что Месси больше, чем Роналду, но сейчас как раз я мнение своего поменял, вот, глядя на то, что продолжает делать Роналду, несмотря на то, что ему уже за 30, как он себя держит в форме, как он старается, и я думаю, что фаворит все равно остается в Манчестер-Сити, и вот вчера бы играли они 7-0 в Шальке, да, казалось бы, матч особо не нужен, потому что выиграли первый матч 4-2, не нужно никаких усилий, вот ты смотришь, команда делает все, что хочет, играет в свое удовольствие, и кто там главная звезда, не знаю, там Гвардиолу главная звезда, поэтому Ювентус, опять же, Роналду сыграл выдающийся матч, но я думаю, что главный вопрос надо сдавать Семену и Атлетику, вы вышли играть в трусовый футбол, оборонить свое преимущество, за это поплатились, Бог все увидел. Мне кажется, что Ювентус не является фаворитом этой Лиги чемпионов, не выйдет в финал и, возможно, даже покинет турнир на следующей стадии, все-таки эта команда, на мой взгляд, в целом уступает целому ряду других участников, тем не менее, мне кажется, именно вот на этой стадии Роналду сделал разницу и показал Реалу, насколько велика его, Криштиану, роль в судьбе конкретной команды. Несмотря на прекрасную игру многих футболистов Ювентуса, именно фактор Криштиану был ключевым, и я думаю, это главное, что Роналду хотел сделать в этой Лиге чемпионов, пройти дальше, чем Реал. Мне кажется, любой клуб из разряда топ, в котором выступает Криштиану, априори можно относить к фаворитам Лиги чемпионов, что вчера туринцы и доказали, в прекрасном стиле победив очень крепкий Атлетико, да еще и отыгравшись с 0-2 на выезде в Мадриде. Безусловно, Ювентус может пройти очень далеко, и если уж без Роналду команда совсем недавно дважды играла в финале, то с Криштиану она тоже вполне может его достичь и, наконец-то, победить в нем. Роналду делает Ювентус командой, способной обыграть любого, но Роналду не делает Ювентус фаворитом Лиги чемпионов по той причине, что фаворитом Лиги чемпионов, я считаю, Манчестер Сити. Вообще, интересный тренд, может быть, впервые за долгое время аж три английских команды в четвертьфиналистах Лиги чемпионов. Посмотрим, конечно, как Ливерпуль сыграет с Баварией, но все равно, мне кажется, для англичан, для любителей английской премьер-лиги, это приятно, что времена испанской гегемонии потихонечку отходят, уходят в прошлое. Да, может быть, еще не так окончательно, может быть, это только здесь и сейчас, там, минутный кризис у Реала, у Атлетика, но, смотрите, вылетел Атлетика, вылетел Реал, осталось от Испании Барселона. Вы посмотрите, от Англии-то в борьбе кто у нас? Манчестер Сити, Ливерпуль, который играет еще с Баварией, и Манчестер Юнайтед, феноменальным образом выбивший Парис Сен-Жермен. Старушка Англия возвращается. Я думаю, да, Роналду делает Ювентус фаворитом, так же, как Пеп Гвардиола делает еще одним фаворитом Манчестер Сити. Наверное, на мой взгляд, в этой лиге чемпионов два фаворита, английская команда и итальянская, кто-то из них и завоюет в итоге ушастый кубок. Шансы, наверное, чуть-чуть больше у манчестерцев. Безусловно, но антифаворитом, если можно так сказать, делает галкипер по фамилии Щенсны. И где-то, наверное, у меня нет уверенности в Аллегре.